Но уренгойцам в юморе не откажешь. После рождественских праздников они все чаще оставляют в соцсетях забавные комментарии. Одни уверяют, что в их дворе появилась гора Джамалунгма, другие – новый уральский хребет. Но есть и впадины – немые свидетели того, что двор чистился как минимум в прошлом году. Сергей Горилов на Уренгое более 40 лет. В микрорайоне Мирном мужчина прожил большую часть своей жизни. А что касается двора, то видел, как это зимой его чистили лишь единожды. Самое интересное, они чистят этот двор тогда, когда начинается зима. То есть, когда снега выпало чуть-чуть, они его почистят. И это вот уже на протяжении двух-трех лет продолжается. А ведь даже небольшие подъемы и спуски для Сергея Горелова чреваты последствиями. Для меня каждая горка на текущий момент времени превращается в Эверест. Мне его нужно покорять. Я бампер сломал, вот прям под туманкой. То есть, вот на таком седанчике проехать по дворам невозможно. Люди на ровном месте ломают машины, причем недешевые. На пути водителя иномарки стал накатанный выступ. Дмитрий Тропылин в момент столкновения на энтузиастов наблюдал воочию. Ну, реакция какая. Походил, поматерился, поругался и как бы сел, уехал. Со слов Дмитрия, с начала зимы не чищены и двор его дома в квартале Крымском. Раньше вместе с другими жильцами снегоуборочную технику они нанимали сами. Когда ты сам контролируешь, конечно, ты же этому трактористу скажешь, слушай, давай вот здесь выгреби, там выгреби, он все выгребит. Он за это деньги получает. От подобных услуг пришлось отказаться. Не всем жильцам такая практика пришлась по душе. Американские горки напоминают и проезд на улице Железнодорожная. Одной из причин такого положения дел власти, да и некоторые горожане считают неубранный во дворах транспорт. Уренгойская проблема – это подснежники. Ну вот догадайтесь, что вот здесь находится. Вот, вот капот машины. Вот она. Это машина. А тут уже паркуются почти на нее. Из-за загруженности дворов во время зимних каникул графики расчистки многих городских территорий пришлось сдвинуть, поясняют в местном муниципалитете. Да, на сегодня многие территории вызывают определенные вопросы. Скажем так, с повестки не снимаются. Мы эту проблему планируем полностью закрыть по городским территориям где-то до первой декады февраля. Однако часть горожан никаких проблем на своих территориях не видит. Север же, поэтому снег идет и бывает, что накапливается. Терпен, если там недели-две не чистят. Чистят достаточно часто. Вот, с коряской, ну, бывают моменты, где неудобно, но, мне кажется, нормально. На севере жизненно, что-то так много снега. Раньше нереально было в дворах запарковаться, а сейчас на переднем приводе прекрасно, удобно. Ежедневно на уборку городских территорий в среднем выходит около 60 единиц техники. А каждую ночь уличнодорожную сеть освобождает из-под снега три десятка специализированных машин. Светлана Лащева, Гаврилинка, Роман Демьяна. Время Ямала. Новый Рингой.